В филиале Павлова Агра ООО Слонимский мясокомбинат в числе первых в районе посеяли озимый рапс. В ближайшее время начинается сев озимых колоссовых – ржи и пшеницы. Из опыта нынешнего засушливого лета посев озимых увеличат на 20%. Теперь же в числе главных забот – заготовка кормов. Хотя продажа молока увеличилась на 20% по сравнению с прошлогодним периодом, такой ритм удержать будет непросто. Травянистых кормов недостаточно, да и зерна из-за засухи в амбарах – дефицит. Надежда на хорошую кукурузу и на однолетние травы – их теперь убирают на силос и сенаж. Мы заготовили только 7 центнеров кормовых единиц на условную голову. Это 1,2 центнера кормовых единиц минус к прошлому году на это число. Вот поэтому мы сделали перезалужение, подсев траву 250 гектаров, посеяли проса и посеяли под него многолетние травы. Теперь убираем это на сенаж. Скашиваем, подвяливаем и будем убирать. А как отава вообще? Отава, ну второй укос в основном мы скормили крупному рогатому скоту в подкормку, потому что очень был слабый. Третий укос люцерны частично положили сенаж, 470 тонн. И еще ждем четвертый, будем закатывать рулоны белые, готовить сенаж. Но в основном теперь надежда на кукурузу будет? Ну надежда хорошая. Мы убирали три дня и сегодня закрываем яму. 854 тонны заготовили уже кукурузу, но осилоса. Но мы его хотим начать скормливать через три недели, для того, чтобы не упасть по молоку и поддерживать такие же самые в темпу. 303 центнера урожайность кукурузы. Но это не самое лучшее, не самое худшее. Особенно для ваших земель. Ну кукурузу мы ждем, ну хорошие результаты должна показать, но ее надо немедленно убирать. После сенажа обязательно мы пойдем на кукурузу и останавливаться больше не будем. Потому что с каждым днем мы будем терять и питательность, и она будет просто уже созрывать. Не то, что она будет сохнуть, а созрывать, потому что раннеспелые сеяли, познеспелые гибриды. Рапс уже посеяли? Рапс мы закончили сеять вчера. А зимы я когда думаете, начинай? После выходных, с понедельника или со вторника, но как получится, вот этот трактор, он на севе, он теперь это скашивает, вот эти травы, он скосит и сеялка готова. Мы сеяли уже на зимы рабство, либо со вторника, либо уже с сентябра самых первых чисел, потому что надо начинать это сеять. Надо рожь сеять, потом пшеницу и так далее. Из опыта этого засухшего года посевы озимых не увеличивается? Увеличиваем на 20%, будем сеять на зерно 600. В прошлом году сеяли 500. На территории Павловского сельсовета практически не видно плантации золотарника. И селисполкоми хозяйства позаботились, чтобы этот сорняк не распространялся на здешних землях. У нас, правда, на территории не было таких, ну, засоренных полей. И это местами там, где просто мы уже поля не обрабатывали. Это где-то ближе к лесу или на такой опушке, где уже начинает, там что-то, ну, не обрабатывалось. Мы его обработали, даже где-то, если, ну, уже в учетной площади день, а не было, мы его просто скосили, и потому что это находится на нашей территории. И когда мы, ну, находим новую территорию, мы его сразу уничтожаем и бросаем все силы на него. Так химическим способом или скашиванием? Нет, скашиванием физически. Нет, скашиванием физически.